Доброго времени суток! Приветствую вас на моем канале. Сегодня мы освежим в памяти фильм Чернокнижник 2. Армагеддон. Снимала этот довольно-таки интересный и весьма динамичный фильм компания TriMark Pictures, которая за свою бытность выпустила довольно-таки много качественных фильмов ужасов и фантастики. После успешной первой части Чернокнижника, сценаристы Кевин Рок и Сэм Бернард, написали продолжение. Продюсеры стали гадать, кто же сядет в кресло постановщика. Не знаю уж чья это была идея, но режиссером стал Энтони Хикокс, снявший такие культовые фильмы, как Дилогия музея восковых фигур, Закат убежища вампиров, Восставший из ада 3. Сейчас все эти фильмы в статусе культовых и дороги сердцу фанатов в жанрах ужасов. Ставка продюсеров была правильной, так как Тони достойно, что бы ни говорили, продолжил франшизу, Восставший из ада, где прибавил динамики и драйва этому и без того жуткому фильму. Чернокнижник 2. В роли главного злодея все тот же Джулиан Сэнс. В остальных ролях не менее фактурные актеры и актрисы, включая ветеранов Голливуда Джеймса Кана и Эрджи Армстронга. Вообще в фильме засветились в большей или меньшей степени актеры из прошлых фильмов Тони, да и сам режиссер не отменил традицию и появился в эпизоде в самом начале. Съемки кинокартины проводились просто в замечательном месте, в городе Валенсия, штат Калифорния. Этот фильм буквально забит до отказа спецэффектами. В нем довольно много компьютерных эффектов начала 90-х, но как это ни странно, они не раздражают. Очень понравилась операторская работа в сценах погонь и в схватке с колдуном. Хочу добавить, что спецэффекты немного напомнили компьютерный ноу-хау из фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор 2», где тот уже задал тренд спецэффектов на ближайшую пятилетку. Звуковое и музыкальное оформление фильма на твердую пятерку. Озвучено буквально все, от хлестающих цепей до деревянных опилок. Сценарий фильма не провисает ни в одном месте. Зритель с нетерпением смотрит на похождения нечисти. Чернокнижник большую часть фильма собирает своеобразную коллекцию камней друидов, которые помогут ему освободить из вечного плена дьявола. Собирает он камни весьма оригинально, оставляя их владельцам выбор, вернее отсутствие выбора. Он играет на чувствах людей, жестоко и беспощадно расправляясь с ними. Главные же герои, осознав свою роль, готовятся к последней битве с сыном дьявола. В этом фильме вас ждут летающие колдуны, кровавый дождь, немного расчлененки и немного романтики, а также появление, хоть и на короткий миг, самого дьявола. По технической стилистике, этот фильм мне напомнил «Восставший из Ада-3», который Энтони Хикокс снял чуть раньше. Ну, оно и неудивительно. Оператором обоих фильмов был Джерри Вайвелли. Он давно сотрудничает с Энтони Хикоксом. Монтажером на этих фильмах был родственник Тони, Джеймс. Спецэффектами занимался в обоих картинах Боб Кин. Ну, что тут сказать. Тони Хикокс – английская школа. А англичане, как театральные постановщики, работают со своей труппой. Пускай продолжение и не совсем вяжется с первой частью, кинокартина стоящая. В начале 90-х я несколько раз посещал кинотеатр и был, мягко говоря, в восторге от фильма. Не то, чтобы смотреть тогда, кроме индийского мусора, было нечего. Но этот фильм мне определенно понравился. И раз в три года я обязательно пересматриваю его. Тогда в кинотеатрах он шел в дубляже студии «Хлопушка». Дублировали они очень классно. Ну и сам фильм весьма и весьма. На бюджет-то в три миллиона баксов. Сразу видно, что люди снимали честно и наверняка не взяли в карманы цента. Вот так-то. Учитесь российские киноляпщики. Субтитры создавал DimaTorzok